Уважаемые друзья, референдум состоялся. Мы так долго к этому шли, и вот он, колоссальный результат. Сказать, что мы не ожидали такого результата, это было бы неправдой. Я лично верил и верю в Донбасс. Я верю в наших людей. Мы все очень долго этого хотели. В 2014 году мы об этом мечтали. А дальше мы творили. Творили историю. Именно так. Сегодня исторические дни. Мы воссоединяемся с нашей большой родиной, с великой Россией. Теперь можно выдохнуть, отдохнуть полденечка и снова созидать, строить, восстанавливать. Но делать мы это будем теперь отныне не одни. С нами наши братья, с нами наши друзья. Я хотел бы поблагодарить каждого жителя Донбасса. Вы герои. Я знаю, что мы с вами прошли, что мы с вами продолжаем проходить. И вот сегодня результат. Достойный результат для Донбасса. 2 миллиона 116 тысяч 800 человек поставили галочку возле заветного «Да» на вопрос, поддерживаете ли вы вхождение Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта. Вы знаете, по неволе вспоминаешь 2014 год. Такой далекий и такой близкий. Вот он, Валера Скороходов. Совсем недавно, я помню, как он снял со своих большегрузов шины и колеса. И это были первые укрепления вокруг тогда облгосадминистрации. Вот он, Сеня, который легендарный вояка. Все мы помним и все мы знаем. И он день через день приходил с фотографиями подбитых танков, БТРов украинского режима. Вот он, Алексей Муратов, который на митингах еще перед референдумом очень всех заряжал, а потом объезжали с ним все наши политические, общественные организации. Вот она, Клава Кульбацкая, хрупкая, но очень стойкая в 2014 году, которая и жила средствами массовой информации, всех выстраивала, организовывала, потому что было тяжело. И тогда было очень много и иностранцев, и которые не все были нам друзья. Но Клава очень хрупкая и изящная, но она с этим справлялась. Вот он, Юра Неконоров, который замучил меня, если честно, со своими грандиозными идеями. Одна из его идей была танки с постаментов снимать, заводить и отправлять на фронт. Он меня замучил, он получил необходимые бумаги, и он таки это сделал. И у нас были танки, снятые с постаментов, которые были восстановлены на наших машиностроительных заводах, и которые были на передовой в далеком 14-м году. Он у меня и записан был так очень долгое время. Знаете, как людей было много, не помнили ничего, там куча имен, фамилий, позывных. Он у меня назывался долго танки постаменты. Я смотрел телефон, понимал, кто это в очередной раз мне будет выносить мозг. Но все во благо. Перечислять могу очень и очень долго. В 2014-м году очень было много единомышленников, и это был такой порыв, порыв наших людей. Это подвиг народа, подвиг, который наши люди. Мы все совершили в 2014-м году, и вот его повторили уже в 2022-м году. Ну а теперь вперед, вперед в Россию. Созидать, строить, и, конечно же, побеждать. Спасибо, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ